всем привет я продолжаю сидеть на даче читать книги и слушать замечательную музыку о книгах тургенев вот он тургенев хорошо писал старик всем рекомендую точнее хотел сказать хорошо пишет старик потому что писатель жив до тех пор пока мы читаем его книги отчасти для этого писатель и пишет писательство как любое творчество это путь в бессмертие и пока мы слушаем читаем смотрим на произведения ушедших из материального мира людей эти люди с нами и живы это первое что я хотел сказать второе что я хочу сказать все-таки подвести черту под многочисленными комментариями и комментариями под комментариями которые я читаю не на все отвечаю потому что не хватает времени много работы еще кроме даже вот этой которая занимаюсь в данный момент что такой панк-рок очень много разговоров что такое панк-рок я повторюсь наверное в последний раз что никакого панк-рока не существует в природе и никогда не было нет такой музыки панк-рок и и просто нет просто нет это абсурд и что только панком у нас не называют но это все ерунда музыкальный стиль панк-рок равносилен музыкальному стилю который называется например например melody maker или музыкальному стилю под названием газета смена это так потому что панк я напоминаю еще раз это журнал который издавался в нью-йорке гринж-вилледж мало тиражное издание очень вокальная в хорошем смысле маргинальная которое было посвящено тому что происходит в вилледже и в частности в клубе сиби джиби где играли самые разные музыканты самую разную музыку современную на тот момент времени но очень разную я напоминаю и элвис костелло и дэвид бирн и группа телевизион и пати смит и ранонс все играли сиби джиби плюс еще несколько десятков очень разных музыкантов и никто из них не называл себя панками не было такого понятия мы играем панк ну не было потому что журнал смена или того журнал музыкальная дорожка или журнал панорама писали о том что происходит в этом клубе и вокруг него о жизни о том о сём о том что творится в вилледже и и малькольм макларен который оказался в нью-йорке в определенный момент своей жизни увидел журнал панк ему понравилось название и он вернувшись в англию сказал что музыка группы секс пистол это панк и все если бы макларен не сказал этого никто из нас бы никогда в жизни не называл эту музыку панк-роком но не было такого понятия не было такого музыкального стиля спасибо малькольму макларену за то что он вот так вот увидев журнал решил что секс пистол это панк и с тех пор так и повелось все что угодно мы называем панком самое точное на мой взгляд самое емкое исчерпывающее определение что такое панк дал борис гребенщиков когда спросили что такое панк панк он сказал что панк это когда ты делаешь не то что тебе говорит какой-нибудь дядя а делаешь то что ты хочешь но это конечно очень общо и очень фигурально но это чистая правда я считаю что это лучшее определение это когда ты делаешь не то что тебе говорит какой-то дядя продюсер журналист твоя жена твои друзья директор клуба в котором ты играешь да кто угодно твоя школьная учительница а делаешь то что ты хочешь дизи гелеспи в ответ на вопрос что такое бибоп например подумал искал что ну по сути дела это панк дизи гелеспи да помните кто такой должен мы просто играли то что вам было по кайфу и оттягивались как могли вот что вам такое панк рук идем дальше помимо чтения тургинева я слушаю вот эту пластинку не в первый раз далеко она мне очень нравится она вышла в 2002 году группа swans пластинка the sir провидец на виниле она существует в виде тройного альбома потому что она очень длинная очень красивая вот с таким плакатом изумительным где изображены несколько музыкантов принимающих участие в этой записи они же вот здесь и на обложке я ее не поворачиваю потому что очень неудобно очень уж она грандиозно грандиозно но здесь и всего шестеро а в записи принимал участие 26 музыкантов 26 музыкантов записывать эту пластинку альбом записывался в берлине и в нью-йорке записывался довольно долго а майкл джиро который является по сути дела единственным музыкантом из группы swans группа swans это по сути дела майкл джиро плюс постоянно меняющиеся музыканты вокруг него как вокруг солнца планета вот так вот вращающиеся ну некоторые задерживаются надолго как джарба замечательная певица клавишница музыкант композитор и фигура культурной жизни культурного движения нашей планеты очень интересная барышня я сольников и не слышал кстати говоря очень хочу послушать думаю что услышу конечно родители и были агентами фбр как я прочитал жизнь у нее интересная насыщенная разнообразная с разными религиозными опытами и я подхожу к религиозным опытом которые на этой пластинке в полный рост мы слышим видим и чувствуем любой человек достигший определенного возраста начинает думать о вечном можно это назвать как угодно религии о боге а загробной жизни все что угодно и вот этот альбом как мне кажется он является одним из самых значимых альбомов 21 века пока что на сегодняшний день но я думаю что он и он и им и останется я говорю одним из они со не единственным самым значимым да потому что достаточно много пластинок очень мощных уже вышло 21 веке в том числе пластинка боу и black star все вы ее знаете большинство ее любят так же как и я наверное и я вижу связь между black star и вот этим альбомом какую именно black star боу и записывал находясь уже на грани смерти если не за гранью смерти потому что большой художник всегда видит чуть чуть дальше обычных людей вроде нас он смотрит вперед и он видит дальше его увидел уже вот эту черную не в смысле черноты а черную в смысле неизвестности бездну вот это пространство которое существует за гранью нашего материального мира и пластинка black star она буквально описывает просто преддверие вот это вот этого неизвестного вот этого пространства этой то ли пустоты то ли мира то ли чего-то того чему нет название нет слов в человеческом языке пластинка да сир столь же глубоко столь же непривычно для нашего уха столь же не соответствует никаким канонам используемым в рок-музыке и не только в рок-музыке а вообще в музыке современный но она смотрит в прошлое как мне кажется она смотрит в ту бездну которая за нами в этой связи кстати говоря в одном из комментариев меня попросили рассказать о книжке томаса манна иосиф и его братья которые сейчас читаю в первый раз не читал раньше так вот иосиф его братья она и повествует о прошлом чем не о конкретном прошлом о том временном отрезке в котором жил иосиф прекрасный его братья да а повествует о этом времени времени которое было до того до истории с иосифом истории его отца истории отца отца истории отца 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 истории адама и о том что было до адама Иман пишет, что это бесконечность Это та бесконечность, которая стоит у нас за спиной И которая ждет нас впереди Это два равновеликих отрезка Точнее, не отрезка, а две равновеликих бесконечности Если так корректно говорить Потому что бесконечность равновелика только самой себе Больше ничему Двух бесконечностей быть не может Она одна И мы в ней живем Мгновенно, вот в этом самом отрезочке И позади нас бездна, и впереди нас бездна И что в бездне впереди мы не знаем Что в бездне позади мы Можем прочитать, в частности, у Томаса Манна Или послушав вот этот альбом Который невероятен По глубине своей По необычному взгляду на музыку Как сильнейший из искусств Как мне кажется, опять-таки Это только мое мнение Но, тем не менее Здесь очень много всего Я говорил, 26 музыкантов Принимают участие в записи Огромное количество музыкальных инструментов Кроме традиционных Электрических, акустических Бас-гитар Ударных, разнообразных Фортепиано Синтезатора Очень много струнных Скрипки Виолончели Дульцимер Много-много всего Есть инструменты, названия которых Я даже не знаю Могу просто прочитать Но мне это делает лень Ранние пластинки Суанс мне не очень нравятся Некоторые совсем не нравятся Джиро начинал Играть музыку рядом с панк-роком Он никогда не был Тем, что называется панк Как вот привыкли мы обозначать Хотя я вначале сказал Что никакого панк-рока Вообще не существует в природе Джиро играл радикальную музыку Но не такую, как играли Группы радикальные Напоминающие Битлз или Кингс Или Секс Пистолс Что для меня В общем все стоит рядом На самом деле Не такие вот гитарные группы С традиционным составом Джиро играл Многие все это знают Про Суанс Да, конечно Джиро играл Намного более радикальную музыку В другом совершенно ключе И мне она не очень интересна Мне интересен период Когда пришла Джарба Та самая замечательная барышня Которую я уже упоминал Певица-композитор Арт-фигура Да, и прочее, и прочее И музыка стала более мелодичной И, как мне кажется, более глубокой И осмыслимой И вот эта пластинка The Seer Джиро говорит про нее Что он шел к ней 30 лет Весь свой опыт жизненный Весь свой опыт музыкальный Дал возможность ему создать Вот это грандиозное Космическое произведение Это действительно космическая музыка И она Очень религиозна На мой взгляд Я уже говорил Да, о том, что человек В определенном возрасте Приходит К пониманию Других миров К предчувствию Других миров И здесь В полный рост Джиро Вот это Демонстрирует Лунаси Лунаси Первое произведение Как всегда У Джиро Шаманство С повторением Вот этого слова Лунаси Лунаси Очень громко Очень барабанно Очень Очень моторно И с огромным погружением Это затягивает сразу Вообще Вот этот альбом Который два с лишним часа идет Его нужно слушать громко От начала до конца Отбросить все дела И погрузиться в него В полный рост Ближе к концу Песни Ну точнее Там Ко второй Третьи Поизведения Epis of the Sky Кусочек неба Одна из самых Красивых Лирических песен Которые я только знаю Хотя Внешне она страшная Она такая же Джировская Такая же Сванс Такая же Жесткая Как угодно Можно ее назвать Индастриал Не индастриал Эти все термины Меня не интересует Но с текстом Она настолько Проникновенна Она настолько Цепляет И проникает Внутрь Песня И о Боге И о себе И о любви И о мире И она Она Искренняя И настоящая И очень музыкальная Вообще Альбом чрезвычайно музыкальный Заглавная вещь The Seer Соответственно На 32 минуты Из нескольких частей Потрясающая Ломающая Мозг Но говорить об этом альбоме Сложно и тяжело Это все равно Что говорить о Смерти О жизни О прошлом О будущем Поэтому лучше я выпью Послушаю еще раз Десерт Чего и вам всем Советую Пока Продолжение следует...